Субтитры сделал DimaTorzok И здесь мы обсуждаем ваши проблемы с разного рода психологами С разного вида психологами, которые как и семейные, так и несемейные Абсолютно разные, разбирающиеся в разных областях И каждый раз у нас они разные Вы можете для себя выбрать, к какому вам было бы комфортнее всего Обратиться и посмотреть, как взаимодействует психолог непосредственно со мной Насколько он вам подходит, знаешь, когда бывает, что голос не тот Или какие-то повадки, или слишком яркая, или слишком тусклая Ну вот в таком ключе Сегодня с нами присутствует Ирина Гросс Ирина, спасибо большое, что ты пришла Ирина у нас специалист сервиса «Альтер», кинотерапевт, популяризатор направления кинотерапии в России Преподаватель Высшей школы экономики и школы кино «Арка», сценарист, режиссер И автор телеграм-канала «Терапия кино» и книги «Кинотерапия», Которые, кстати говоря, скоро у нее выходят Ну давай обо всем по порядку, потому что у нас кинотерапевт это вообще впервые Вот, и расскажи, пожалуйста, что такое вообще в принципе сервис «Альтер», что такое кинотерапия и почему ты являешься одним из главных популяризаторов данного направления Сервис «Альтер» Раньше у нас рынок терапевтических услуг, психологических услуг был черным Чтобы найти себе психолога, либо это сарафанное радио, либо какие-то соцсети Сейчас это стали организовывать И для того, чтобы попасть как психолог, например, в «Альтер», ты должен пройти ряд шагов Собеседование, супервизия, у тебя проверяются все документы, проверяются твоя вообще готовность и специализация Только после этого ты становишься специалистом платформы Сложный отбор? Достаточно серьезный был отбор, да Действительно, мне пришлось проходить кейсы определенные, непростые Три шага было в отборе, поэтому отбор серьезный Я лично доверяю сервису, рекомендую специалистов, рекомендую своим близким обращаться Я не слышал про этот сервис, друзья, кто обращался или кто ищет сервис, вот, пожалуйста, сервис «Альтер», обращайтесь Расскажи, пожалуйста, про кинотерапию Что такое кинотерапия вообще? Это лечение заболеваний психологических путем кино? Есть несколько направлений Есть кинотерапия, если вы вобьете в гугл, вы увидите, что это просмотр кино с психологом То есть кинотерапия, которую мы проводим в кинотеатре «Октябрь», в Каруар сейчас ведется это направление Это просмотр и обсуждение, где фильм становится поводом для того, чтобы человек узнал себя Я пошла дальше и экспериментальным путем, работая уже 18 лет психологом со своими клиентами В какой-то момент, когда у тебя большая насмотренность, я параллельно преподавала в школе кино Я начинаю уже видеть сценарии людей и начинаю видеть их как фильмы У меня был проект сцены, куда я выводила людей рассказывать свои истории И вот этот проект сцены вышел в то, что я стала снимать фильмы Это главный герой мой клиент И под человека создается история, и проигрывая свою историю в кино, дальше он видит себя со стороны Вот эта кинотерапия уже в съемочном формате И моя задача и мои амбиции — войти в индустрию кино и создавать именно терапевтические фильмы Потому что не каждый фильм является терапевтичным И мне интересно найти эту формулу терапевтического кино Ведь не каждый фильм, который ты смотришь, правда, как-то на тебя влияет И не через каждый фильм ты какие-то вещи можешь осознать И вот эта формула, мне интересно, эту формулу я описываю в своей книге Ну и, собственно, все, что касается кино и психологии, здесь сливается Я просто, первая моя мысль заключается в том, что это классный кейс, классный формат Но просто проблема в том, что, например, если бы я пришел к психологу с какой-то своей проблемой Я бы не хотел задействовать других людей в съемке своей собственной проблемы То есть я прихожу делиться к тебе личным, а личное на то и личное, чтобы не быть публичным А когда знает больше, чем один человек, это уже получается публичное И очень сложно это все, то есть то, что я тебе рассказываю, сыграть в фильме Потому что я играю свою историю для того, чтобы посмотреть на себя с другой стороны Но, поскольку мы играем камео, назовем это так, да Ты потом тяжело раскрыться, потому что об твоей проблеме начинают знать не только один человек А уже целая команда и группа лиц, и это уже немножко другая история У нас не происходит это впрямую Нет такого, что ты рассказал свою проблему, и вот она в истории Все делается красиво, мы не достаем ни чьи грязные трусы, не показываем их всем Но, может быть, это любит грязные трусики понюхать Мы создаем все в метафоре То есть я не рассказываю твою историю впрямую, я облекаю ее красиво в метафору Я приглашаю тебя в эксперимент Нет такого, что ты мне диктуешь, что будет сценарий и так далее Я все делаю за тебя и приглашаю тебя сыграть эту историю Ты главный герой своей истории А какая это история будет, ты потом посмотришь со стороны Я создаю этот сценарий после нашей с тобой работы Это не так, что ты пришел и мы сейчас создаем фильм Нет, мы сначала с тобой работаем, я понимаю твои основные проблемы, основные травмы Прописываю твой сценарий жизни и понимаю, вижу этот корень и понимаю, что человек... Но сниматься надо обязательно, как прямо в фильме Да, это чисто кинопроцесс Это еще и дорогая терапия, потому что тебе нужно оплачивать Терапия, которая есть Я сняла таких 16 короткометражных фильмов Первый был там «Из говна и палок», это был эксперимент Стоил 35 тысяч рублей и вот последний фильм у нас стоил миллион восемьсот Ты это их показываешь потом? Или это с моего разрешения дальше я даю тебе право показывать? Мы договариваемся о том, можно ли показать и как это будет Кто-то согласен показывать, кто-то хочет для себя Ну, есть люди, которым интересно поучаствовать в эксперименте Это, конечно, история для людей, которые думают, куда мне сейчас потратить миллион на благотворительность церковь построить Или вот поучаствовать в таком необычном для себя эксперименте Понятно, что это такая тема не для всех и не каждый день ты будешь участвовать в такой кинотерапии Но действительно это интересный и необычный формат И его развитие я вижу в том, чтобы именно создавать терапевтические фильмы На самом деле я на сто процентов уверена, что ребята, которые в Голливуде создают эту историю Они уже используют законы терапии на сто процентов Мы это все точно видим Головоломка 2 сейчас вышла и она бьет все рекорды, все кассы Это чисто учебник по эмоциональному интеллекту Учебник по тому, как устроены люди Несмотря на то, что это мультик Несмотря на то, что это мультик И грамотные режиссеры, грамотные продюсеры, они берут литературу, учебники И, собственно, это воплощают А как показать устройство создания мира, создания вселенной Это все материал Много у вас вообще таких терапевтов? Или ты одна ноу-хау? Есть кинотерапия, когда люди смотрят фильмы, обсуждают совместно с психологом Это достаточно известная практика Каждый смотрит и обсуждает, ну вот как ему угодно Вообще интересно, что кинематограф и психотерапия развивались параллельно Примерно в одно время психоанализ использовал кино Кино использовало психоанализ В 70-х, когда случился видеобум и кино стало доступно Психологи стали рекомендовать смотреть фильмы И первый, кто это описал как практику, был Антонио Менигетт, это такой итальянский психолог У него есть книга, называется «Синемология» Он объясняет, вот как смотреть Дальше есть определенные действительно моменты, регламенты Как смотреть кино, чтобы поймать инсайт Чтобы это работало на тебя, как подбирать и так далее То есть просмотры фильма — это обычная практика Кинотерапия, когда мы снимаем фильм под задачу терапевтическую Ну, этим занимаемся действительно Мы занимаюсь, я и это направление я и развиваю Поэтому и называюсь популяризатором кинотерапии в России Сейчас у нас планируется конференция международная В ноябре как раз это будет в кинотеатре «Октябрь» проходить Куда я, собственно, когда книгу писала И искала, кто эту тему развивает и следует в мире Занимается ей не так много на самом деле людей И все занимаются скорее тоже через просмотр и обсуждение Собственно, этих людей, которые что-то написали Что-то создали на эту тему Я пригласила на конференцию Вот будет первая международная конференция по кинотерапии Обучение институтов, вот если тебя заинтересует Я вижу, что ты прям психолог и хочешь в это направление идти У тебя классно получается, это подказывает тебя суперпрактика Ты видишь разных специалистов, у тебя есть возможность учиться, брать Это на самом деле классный опыт Если тебя, например, это направление заинтересует Нет института, вот негде Но, собственно, моя задача создать этот институт Тоже у нас появится курс по кинотерапии Для психологов, для режиссеров и сценаристов Также я выпустила пять выпусков режиссеров и сценаристов Которым рассказывала о психологии кино Если ты, как сценарист, тебе интересно прописать не просто персонажа А учитывать особенности характера Учитывать особенности типа, сценария психологического человека и так далее Ты хочешь расширить вообще глубину понимания персонажа Тебе тоже необходима психология Соответственно, это режиссеры и сценаристы и психологи Наши клиенты, наша аудитория Ну, друзья, что могу вам сказать Тема достаточно интересная Надеюсь, у тебя и все это получится И сегодня мы будем составлять с тобой сценарий жизни нашей аудитории Которая будет нам сегодня звонить Вот, и, соответственно, я предлагаю перейти к нашему первому звонку Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет, откуда вы? Меня зовут Женя Я пока что в данном месте города Екатеринбурга Мне 20 лет Очень приятно Добрый день, Женя У меня такая проблема, что я боюсь проявлять их слабости Я вечно пытаюсь всем доказать, что я лучше Что у меня все получится Я веду свои соцсети Я не показываю своих настоящих эмоций С тем приоритетом, что у меня лучше Я это делаю И вот у меня есть сама Я сама добьюсь Я сама там уеду Я все время говорила всем, что хочу уехать из родного города С городом Барнаула Я уехала оттуда Я путешествую по стране Я посетила более 20 городов Тут пожила, там пожила Но я настолько сильно хочу вернуться домой Я почему-то не могу это сделать Потому что я боюсь какого-то осуждения со стороны других Что и что, у тебя не получилось И что, ты вернулась Ну, это боязнь Это как с уходом с работы Ты когда уходишь с работы И ищешь себя в каких-то новых стезях В каких-то новых направлениях, новых профессиях Ты боишься вернуться назад Потому что для тебя это некое грехопадение Некое падение с олимпа своего личностного роста То есть ты вернулась туда, откуда ты уходила И многие это воспринимают как Вот именно падение А я говорю, что это не надо воспринимать как падение Это нужно воспринимать как набор опыта Набор житейской мудрости И затем возврат на ту точку, где тебе комфортно В этом ничего нет такого страшного Здесь вопрос заключается в другом У тебя вот этот вот синдром отличницы Когда ты делаешь все на максимальные сто процентов Пытаясь доказать этому миру Что ты самая лучшая С приставкой «самая» Да, Леш, я с тобой абсолютно согласна Про историю с падением А вот, Евгения, а что вы скажете Если вам действительно скажут Ну вот что вернулась домой Что вы ответите? Я скажу, что я так посчитала нужным Поэтому вернулась льда И ничего не отвечу А синдром отличницы у меня его нет У меня вот просто Я сама анализировала очень много И у меня вот со школы еще Что меня гнобили и говорили Что я с маленького поселка еще там При городе И мне говорили, что ты отсюда никуда не уедешь А я сказала, что я уеду Значит, я уехала И папа мне всегда говорил Он мне запрещал плакать Он мне всегда говорил Что ты дома? Вот, не одна из льдиньки Я могла пыть, но из-за этого я получала Жень, ну мы уехали Вы уехали, вы приехали Да, я вернулась, потому что я посчитала Что так нужно Это замечательный, уверенный ответ Взрослого человека Я вернулась, потому что Для меня так будет лучше Я почувствовала, что для меня так лучше И вернуться — это не значит падение Да, как ты говоришь Это не значит провал Вернуться — это всего лишь выбор А кто какие интерпретации на это накладывает Это уже вопросы к людям Если они посчитали это слабостью Это его видение И тут ты ничего не сделаешь Всегда будут люди, которым ты нравишься Которым ты не нравишься Об этом постоянно говорит Алексей Которые, да Которые расходятся с твоим мнением Понимаешь, ситуацию можно посмотреть же по-разному Это может быть бордовый цвет А может быть цвет бургунди Как любят некоторые называть У каждого этот цвет может быть по-разному И ты же понимаешь, что никому ничего не докажешь Кто-то посчитает слабостью то, что ты уехала да, а кто-то посчитает слабостью то, что ты вернулась. Конечно. Каждый считает по-разному. И если бы, понимаешь, если считать слабостью то, что ты уехала, люди будут интерпретировать это как, ну вот, она уехала, потому что здесь-то у нее ничего не получилось, она ничего здесь не могла построить, она же бездарность. А люди, которые приехали, ну вот, она вот такая вот бездарность, там ничего не получилось, вот вернулась оттуда, откуда приехала. У всей ситуации всегда будет две стороны. Я хочу поддержать Евгению свои истории. Я переезжала 11 раз и переехала, один из самых больших переездов был из Владивостока в Москву. И в какой-то момент я всегда, ты когда переезжаешь, от чего ты убегаешь, хочешь чего-то лучшего, тебе кажется, что там где-то лучше. Но в какой-то момент, когда ты оказываешься там где-то, ты начинаешь осознавать, что дома тоже было хорошо. И мне очень откликаются ваши слова о том, что я поняла, что я хочу домой. В этом столько чего-то трогательного, любви, я в этом вижу желание быть дома, а не то, что человек слабый или с ним что-то не так. Хочется поддержать, если действительно чувствуешь, что хочу уехать, ну, хочу вернуться, отлично, возвращайся. Другой вопрос, что быть устойчивой при том, что я кому-то не нравлюсь или кто-то что-то обо мне подумает, эта устойчивость, она все равно, как ни крути, приходит с возрастом. 20 лет, да, все-таки молодая девушка, и хочется поддержать, да, чтобы вот эта поддержка была опорой на дальнейшие жизненные решения. Ну и в любом случае, у тебя же есть четкий ответ для себя, что я вернулась, потому что я вернулась, да. А есть люди, которые просто при принятии своих решений, они не знают, что они скажут, и им страшно от того, что они не знают, что им сказать. Ты уже четко для себя понимаешь, что ты скажешь, и ты говоришь, да, что, ну, и что в этом такого. Если ты говоришь так, то тогда, что тебя останавливает вернуться туда, откуда ты, собственно, и так бежала, и уезжала. Единственное, вернуться при одном условии, что это будет комфортная для тебя среда, потому что не совсем здоровая ситуация, когда, знаешь, мне кажется, что у тебя в какой-то степени, я могу ошибаться, что в какой-то степени у тебя ситуация в семье такая, что папа хотел мальчика, а родилась девочка, и вот ни одной слезинки дома быть не должно, потому что ты за нее получишь. Это очень плохая история, потому что в итоге у тебя происходит то, что происходит сейчас. Ты постоянно в тонусе, ты постоянно сильная, ты не даешь возможности себе побыть слабой, не даешь возможности высказать о своих проблемах, понимаешь, и может быть сейчас вот твой опыт, что ты звонишь нам, это первичный твой опыт, проявление некой такой вот внутренней, да, слабости, и то не лично, да, а вот там вот за кадром, просто поделиться со своей проблемой и немножечко разгрузиться, что очень на самом деле здорово. Вот, ты с папой нормально общаешься, или вы, или ты все-таки вот можешь сказать себе, что я обижена глубоко на то, как меня воспитывали родители, или у тебя нету какой-то глубокой обиды конкретно к папе за непонимание, обесценивание твоих внутренних проблем. У меня папа хотел девочку, я получилась, но вот воспитание вот это, что ты сама решаешь свои проблемы. Вот я в школу пошла, он мне сказал, вот проблемы с одноклассниками, даже не подходи ко мне, разбирайся сама. И у меня мама, она все, весь дом, грубо говоря, тянет на себя, папа просто деньги зарабатывает, а мама прям за хозяйством следит огород, все сама. И вот это у меня, я сама, я сама добьюсь, мне не нужно помогать, я все делаю сама. И с мужчинами точно так же, я сама. Я хочу отключить вот это, я сама, и слабость свою показать, но я же девочка. Я с тобой согласен, но ты знаешь, на самом деле, огромный плюс из всего этого, и огромный плюс со стороны твоего папы, что в целом он тебя подготовил к этой вот такой непростой взрослой жизни, тем, что ты понимаешь о том, что просто мало у кого такое осознание, мало у кого такое принятие и понимание того, что мы в этой жизни рассчитываем не на папу, не на маму, не на друзей, не на кого, а только на себя. Я всегда об этом говорю. Вот. И это на самом деле здорово, что твой папа тебе это привил. Единственное, можно было бы делать это каким-то более мягким путем. Да, есть возможность. Самое главное, Евгения, что вы осознаёте свои вопросы, осознаёте свои проблемы, вы их озвучиваете. Если вы их озвучиваете, вы их понимаете. И терапия — это не только осознавание и понимание своих вопросов, но и изменение. А готова ли я что-то с этим делать? И сейчас для вас открывается прекрасный шанс проработать вот эту вот историю про я сама и позволить себе быть уязвимой, быть слабой. Это на самом деле в целом непросто. Даже для тех, у кого не было таких отцовских посланий, будь сильной. Но, похоже, у вас действительно есть это послание, Эрик Бёрнг говорил об этом. Именно будь сильной, где я не могу позволить себе слёзы сказать, что мне где-то трудно было. Ну, я могу тебе сказать, что, конечно, здорово, что подготовил так её папа к этой жизни. Видишь, всё-таки маленькая, лёгкая детская обида всё равно присутствует, потому что всё-таки папа для девочки, это такая вот... Папа потом меняется мужем, это такая некая защита от этой суровой реальности. А папа, вот он ей сказал, вот всё, встала, вышла и пошла дальше сама. Меня так папа тоже воспитывал, но всё равно он давал мне возможность быть слабым тоже, когда мне этого хотелось. Не всегда, конечно, потому что он всегда говорил, что слабость не украшает никого. Вот, нужно всегда быть готовым к этому миру. Но он мне не запрещал проявлять эту эмоцию, то есть она у меня присутствовала в моей жизни. У меня был... Мама у меня была пряник, папа был всегда кнут. У меня вот такая вот система и модель семьи, я считаю, что она всё-таки правильная. Ну вот ей сейчас важно дать себе вот это разрешение, что я хочу вернуть, но я очень боюсь осуждения, боюсь, что меня не примут, боюсь, что меня не поймут, и очень важно в этот опыт пойти и увидеть другую реакцию и разрешение дать это где-то внутри себя, что можно, ничего в этом страшного нет. Согласен. И тогда само возвращение будет для неё уже терапией. Согласен. То есть у неё-то на это запрос поддержите меня. Да. Мы тебя полностью поддерживаем, дорогой наш человек. Не расстраивайся, не плачь, не переживай и делай так, как тебе комфортно. Создавай вокруг себя только экологичную среду. А мы переходим на следующий звонок. Горячая линия. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Кристина, мне мне 17 лет, я из города Москва. Очень приятно, Кристина. Рассказывайте, с чем сегодня к нам решили обратиться? Я не могу полюбить своё тело. То есть сейчас пока из-за всех кричат о том, что нужно принимать себя, любить себя таким, какие вы есть. Я этого сделать не могу, у меня просто не получается. У меня скорее вопрос такой. Можно ли жить спокойно, думать, что твоя внешность как бы не подходит под все стандарты, или проще её поменять и у себя в голове не пытаться свериться с этим? У меня вот такой вопрос. Ну, я тебе отвечу на этот вопрос очень быстро, потому что я, собственно, один из тех людей, который всегда говорит о том, что у меня были, мне не нравился мой нос, мне не нравились мои черты лица, мне не нравилось то, мне не нравилось всё, несмотря на то, что я не могу сказать, что я прям какой-то был с детства прям весь ужасный, но присутствовало то, что мне не нравится. Если присутствует то, что вам конкретно, лично не нравится в себе, и вы из-за этого себя, да, накручиваете, и из-за этого себе не даёте жизни, никто, кроме вас, не вдолбит вам в голову, что то, что у вас есть, это норма, пока вы это не исправите, да, либо себе не объясните, что это не так плохо, как кажется. Когда я сделал себе нос, когда я там подкололся здесь, сделал то, как я, как мне бы хотелось, да, даже несмотря на то, что мне мои родители постоянно говорили, что Лёша, нет, у тебя всё супер, мне все вокруг говорили, что всё супер, но даже несмотря на это, даже несмотря на то, что у меня была, опять же, среда такая, да, положительная и одобрительная, мне всё равно хотелось. Я это сделал, я полностью успокоился совершенно, и я всё равно считаю, что пока, знаешь, это как пример с грудью, вот если девочка говорит о том, что я считаю, что у меня маленькая грудь, пока она её не сделает, никто не внушит ей в голову того, что у тебя нормальная грудь, пусть хоть все говорят вокруг, ты всё равно будешь считать, что твоя грудь не такая, как надо. Кристина, у нас будут разные мнения с Алексеем, ты знаешь, как папа говорит одно, мама говорит другое, как раз будет интересно, а ребёнок принимает своё собственное решение, а вот всё-таки скажи поподробнее, а что тебе не нравится в своём теле? Это первое, это мои уши, то есть моё лицо меня в целом без-минус устраивает, всё хорошо, но вот уши с детства это у меня была проблема, у меня в семье только у папы они такие. А что, торчат? Они чуть торчат, мне всегда говорили, ой, что на день рождения там много за уши тянули, всё остальное, то есть там было много там примеров, всего там сравнения с какими-то персонажами, всегда это было относительно ушей, и моя мама категорически против того, что я что бы с собой делала, словами, мол, ну это твоя изюминка, всё остальное, а я говорю, ну я же не пасхальник курить, чтобы во мне было столько изюминок, это как бы моя главная проблема с ушами, а всё остальное там тоже, я понимаю, что, например, там беженую губь, грубо я немножечко сделала там побольше, исправила... А кроме ушей ещё что-то есть? Уши понятно, что ещё? Губа, ещё что? Ну вот только... Всё, больше остального нет. Ну так у тебя же... У тебя же нежелание перетрансформировать своё тело до неузнаваемости, понимаешь? Кристин, ну вопросы небольшие достаточно. А скажи, пожалуйста, ты знаешь актёра Улья Мадефо? Да. Посмотри, пожалуйста, с ним короткометражку, раз у нас всё-таки я тут представитель кинотерапии. Есть такая короткометражка с ним, называется «Щель». И кто помнит актёра, как он выглядит, да, у него очень большой рот, зубы вот так торчат, ему часто предлагали роли гоблина. И как человек из своего недостатка сделал изюм. И вот если после того, как ты посмотришь эту короткометражку, у тебя сохранится желание сделать операцию, то я думаю, что если ты у нас спрашиваешь разрешение... Да, я тебе говорю... Лёша разрешает. Я говорю тебе абсолютно прямо, что если ты хочешь что-то сделать, пока ты этого не сделаешь, но ничего, понимаешь, ничего в твоей жизни не поменяется. Хочешь сделать – сделай, потому что никто тебе вокруг не докажет. У меня был нос с горбинкой, мне все говорили, это породистость, это греческие корни, это показатель вот этой вот какой-то непонятной, понимаешь, хуй просы какой породы, блядь. Я говорю, мы что, собаки что ли? Я говорю, какая породистость? Я говорю, что вы несёте? Ну вот у нас у всех в семье нос с горбинкой. Я говорю, ну все в семье были врачами, блядь, а я не получился, знаешь, вот эта вот рубрика. Ну вот я тебе поэтому говорю, хочешь подкачать себе губу, сделать себе фуфел, понимаешь, сделай себе фуфел, ну не понравится, потом расколешь гелоренедазой. Уши, согласен с тобой, уши, это такое место, которое, как бы если они особенно торчат, за волосами не спрятать, они постоянно торчат. Вот. Вот. Да, я тебя понимаю, у меня была, но не поверишь, у меня была, у меня был такой детский садик, где было очень много достаточно детей таких обеспеченных семей. Вот у нас девочка, ее, по-моему, звали Катя, и она себе в детском саду, прикинь, в детском саду очень комплексовала на тему ушей, у нее были, правда, очень лопоухие уши, и ей в детском саду по рекомендации врачей и по просьбе родителей сделали операцию для того, чтобы она не была, так сказать, лопоухой, и она совершенно потрясающе себя продолжила нести этому миру, она безумно счастлива, понимаешь, у тебя нету запроса на трансформацию полностью своего тела, это не какая-то болезнь, в плане, знаешь, я хочу себя перекроить. На самом деле, пластическая хирургия, она существует, и вообще, когда она появилась, когда люди попадали в огонь, когда были какие-то шрамы, когда были какие-то уродства, и требовалась коррекция, а сейчас это уже доросло до разных форм, но вопрос еще такой, а сколько тебя это беспокоит, если действительно довольно-таки долго и ничего другого не помогает, я недаром сказала про короткометражку, посмотри, пожалуйста, если после ее просмотра останется желание, то, возможно, имеет смысл подумать о коррекции, раз это так мешает. Для этого пластическая хирургия и была создана изначально, убирать то, что людям мешает жить. Да, посмотри обязательно. Какой у меня это с детства? С детства? Эти мысли с детства? А, с детства? Да, то есть даже сейчас я вот фотографирую всегда боком, я снимаю видео, когда говорю боком, то есть чтобы не было второго уха в кадре, тогда это не сильно видно, что они сильно торчат. Либо волосами я их прощаюсь, на всех детских фотографиях именно мне всегда... Ну, никто не поддерживает, да, в семье, никто не поддерживает и никто не может отвезти к хирургу, правильно я понимаю? Тебе нужно дождаться, пока ты вырастешь, сама заработаешь на эту операцию и сделаешь себе... Слушай, ну у меня... Хороший стимул начать работать. Хороший стимул начать работать, это первое. Второе, у меня это было то же самое с носом, когда я себе очки на горбинку надевал, чтобы нос казался идеально прямой, ровный точнее. Вот, и у меня это тоже было с детства, и никто не смог поменять мое мнение в этой ситуации, потому что это мое тело и это мое дело. Когда дело касается того, что тебя в себе не устраивает, это определенный посыл к миру, опять же, невербальное общение. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что ты не уверен в себе из-за этого на твой взгляд изъяна. Ты не можешь нормально общаться с мужчинами, потому что тебе кажется, что на этот изъян обращают внимание мужчины или не обращают внимание те мужчины, которых бы ты хотела к себе привлечь именно по причине этого изъяна. Это опять же комплекс, да? Ты не можешь нормально на полную меру себя показать, какая ты есть на самом деле, потому что всегда у тебя, как этот дамоклов меч, эти уши, блядь, ну не нравятся эти уши, отрежь их нахуй и сделай так, как ты хочешь, вот, я за пластическую хирургию, я всегда говорю о том, что если что-то в себе не устраивает, надо сделать, никакие работы с психологом, никто вас не переубедит никогда, есть вопрос, есть его решение, есть, конечно, единственный нюанс, когда человек хочет совсем модернизировать свое тело, то есть это превратится в киборга, это страшно, а когда ты хочешь сделать мелкие косметические вмешательства, тем более, самое распространенное на что, это нос, это разрез глаз и это губы, это три фактора, которые вот людей всегда беспокоят, беспокоишь что-то, пошли и сделали, все, не понравилось, переделали, и обязательно посмотрите короткометражку «Щель» с Сулиевым Дефо, и всем рекомендую, у кого есть вопросы, непринятие своей внешности, вы представьте, насколько нужно быть уверенным в себе человеком, чтобы свой изъян превратить в изюминку, я вот буду в этом случае полярным мнением для того, чтобы у вас варианты выбора были. Есть же еще такая актриса, мне она очень нравится, у нее вот такой вот нос, она очень большая, у нее тоже кривые зубы, она такая черненькая француженка, она во всех фильмах снимается, вот не помню, как ее зовут, тоже. Ну, очень много, на самом деле, актеров, которые именно своим изъяном стали изюмом, и именно поэтому хотят их, именно поэтому их зовут. Здесь стоит подумать, но это долгий путь, себя настолько принять и проработать, чтобы чувствовать себя красавцем, даже вот с такими ушами и вот с таким носом. Ребят, ну, на проработку нужно время, я, вы знаете, я засрал уже, есть проблема, есть решение, поэтому вот есть Ира, есть я, вот, захотели, сделали и пошли дальше, несем себя этому миру, понимаете, захотели, проработали, потрачили миллион лет, понимаете, на это, вот, но не несли этому миру себя так, как могли бы, если бы сделали гораздо раньше, вот, решать дальше на все вам самим, вот, ну, а мы переходим с вами к следующему звоночку. Горячая линия Алло. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, сколько вам лет, откуда вы и как вас зовут? Добрый день, меня зовут Алла, мне 26 лет, я из Ференбурга, вот, у меня, конечно, тяжелая ситуация, история, ну, я надеюсь, я ее полностью раскрою, ну, в общем, если коротко, еще год назад где-то, ну, полтора понравился парень по службе, вот, уже тогда мы заобщались, получается, у нас начали развиваться отношения, уже тогда он начал пропадать, не брать трубки, а я уже на эти качели подсела, так скажем, затем это все начало развиваться еще в более худшую сторону, он начал на матах общаться, меня оскорблять самыми последними словами, извините, даже, наверное, самой последней девушки, да, там, легкого поведения такого не допустят. Затем, в Новый год, он меня избил, не просто руку поднял, но сотрясение мозга в алкоголе, повалив на землю вообще, до крови, вот, его бывший сослуживец даже не оттащил его в этот момент, то есть, это еще вторая травма, то, что двое мужчин, которые вообще, так скажем, со мне вот так вот отнеслись, я себя тогда чувствовала беззащитно, совсем унижена, ну, потом он, естественно, просил прощения у меня на коленях, заявление на него лежит в полиции, я пока приостановила, ну, постаралась его простить, вот, я степляюсь за эти моменты, милые, хорошие, когда он действительно в настроении, а так, в целом, у него образ психопата, потому что я разговаривала с психиатром, и мне уже сказали, что это действительно люди без эмпатии, вот то, что я описала. А вы понимаете свою ситуацию, в чем вопрос ваш сейчас? Ну, мой вопрос вообще с целом из этой ситуации, вот то, что, видите, еще прибавилось в момент педофилии, это тоже, наверное, важный момент, и мой вопрос заключается в том, что как вообще с этих качелей выйти, потому что, наверное, я уже... Подождите, подождите, а про педофилию это что? Про педофилию непонятно, о чем речь? Ну, вот это самое... Ну, вот я и хотела договорить, как бы у меня самый важный момент, то, что еще одна травма такая, что, ну, мне рассказали его же друзья, да, что он начал как-то приставать, ну, не прям, конечно, а очень сильно, но к 14-летней девочке, и это меня добило полностью. Я хотела от него отказаться, естественно, он опять приполз, попросил прощения, я поверила. Но, естественно, я сейчас в отношениях, и я мучаюсь, потому что у меня уже никакого, естественно, доверия нет. Я вот не знаю, как мне поступить, а что мне говорят, надо уходить из этих отношений, а я на эти качели очень сильно потел. Я начинаю ему верить, все эти объяснения слушать, вот, а надо выйти. А сколько вы встречаетесь с ним? Ну, около полтора года. Полтора года. А на что похожи эти отношения? Уже было подобное в вашей жизни? Никогда. Вообще, я такого в семье не видела никогда, то есть мне даже это страшно представить, вот с чего. И до этого были здоровые отношения, а тут вот я не знаю, во мне что-то какое-то изменение. Ну, вы четко описываете ситуацию, вы говорите, что он психопат, что есть моменты, там, педофилии, я была избита. Что позволяет вам, и что держит вас в этих отношениях сейчас? Вы осознаете, что вы, где вы находитесь. Ал, а у тебя нет такого, что ты просто чувствуешь себя эмоциональным наркоманом, что тебе, ты эмоционально очень, тебе, как хорошей девочке, очень понравилось вот этот вот чувство адреналина, эмоций, вот это вот всего негатива, который ты, возможно, не испытывала, и ты в таком от этого, в каком-то таком вот эндорфинном состоянии, что тебе сложно от этого отказаться, потому что никто другой тебе такого не даст. Ну, здесь я соглашусь с Алексеем, там, часто в таких ситуациях, кроме того, что вы много в инфофолии информации на эту тему там видели и читали, есть неосознанное возбуждение от этого, мне нравится, я кайфую где-то внутри себя вот от этих сильных эмоций, от этих качелей, и часто нам нравятся плохие мальчики, мы выбираем удахов, они нас возбуждают, но это очень глубоко, и признаться себе в этом, ну, тяжеловато, да, это признаться, что меня вот такое тянет про адреналиновый наркоман. Тянет, тянет. Бывает такое, что просто правда притягивают плохие люди, и ты понимаешь прекрасно, что этот человек плохой, у меня тоже это было, но тебя так заводит то, что вот это вот то, чего нет ни в ком другом, и ты каждый раз охуеваешь, как может быть еще хуже, а потом это получается еще хуже, такая, блядь, это просто восторг, я опять хочу еще. И тут же, понимаешь, и педофилия, и тут же и отпиздили, и тут же унизили, и оскорбили, но все равно хочется, потому что ты понимаешь для себя прекрасно, что ты вообще, в принципе, в других отношениях, которые ты взойдешь, в здоровых отношениях тебе будет просто скучно. Скучно, неинтересно. А здесь такие эмоции, и здесь важно, во-первых, признать себе, что да, меня это заводит, и дальше отслеживать, когда он появляется, в какой момент я начинаю включаться, когда я начинаю заводиться. Когда начнешь, во-первых, признаешь, потом начнешь отслеживать, получится отстраниться, и дальше тебе станет понятно, что вот эта энергия, которая есть в тебе, вот это возбуждение и потребность в таких сильных эмоциях, а где я могу найти такое в созидательном моменте? Ну, например, какой-то проект организовать. Там такие эмоциональные качели, ты столько всего натерпишься, там так тебя будет насиловать, в метафорическом смысле, но ты это сможешь направить в созидание. Во мне тоже это есть. Я люблю мудаков, эта вся история меня возбуждает. Я в какой-то момент осознала это про себя и поняла, что мне надо идти снимать кино, потому что там я получу весь этот спектр эмоций, но я никого не разрушу, ни себя, ни своих близких, и это будет еще какой-то продукт, который поможет другим людям. Просто в этой системе насилия морального и физического и самое страшное то, что тебе впоследствии хочется больше, еще побольше. Потом ты начинаешь, когда это прекращается, у тебя начинается ломка, ты начинаешь сама провоцировать эти истории. Алла, ну вот скажите, есть что-то такое, откликается то, что мы говорим с Алексеем, попадает вам? Да, попадает, потому что я считаю, да, вот вы правы, то, что плохие эмоции, они тоже, в принципе, эмоции, но понимаете, в чем момент? Да, мне, может быть, нравится, как мы примиряемся, мне кажется, что это вот эта иллюзия любви, да, то, что такая страсть, но вот сейчас, вот когда проходит время, я сразу думаю, ну это же момент, ну как же жить, вот как же строить саму семью, то есть это уже не на страсть, это уже ее построишь, не на этих примирениях, то есть какие дети, да, вот в такой вот обстановке, и как бы, ну, мне страшно просто от самой себя, что вот я подсела именно на вот эту, да, минутную страсть какую-то. Ну это как 50 оттенков стены. А, вы все понимаете, да, есть люди, которые ходят в специальные места, да, и они получают там удовольствие от этого. Вы про себя все понимаете, и вам осталось решиться выходить из этого или продолжать. Цену вы платите большую. Выйти из этого и найти созидательный выход вот этой своей энергии, этим своим эмоциям, задача непростая. это требует силы воли, это требует внутреннего стержня, духа, потому что он же будет появляться. Там у вас ваши уже привычные схемы, подарочки, что-то приятное он делает, тоже приятно. Вам не только этот момент примирения приятен, вам приятно и вторая часть, иначе вы бы не находились там. Вот весь этот коктейль сильных эмоций, вам он весь нравится. Выходить будет трудно, это займет долгое количество времени. И я рекомендую обратиться за помощью, потому что из таких отношений самостоятельно выходить очень трудно. Нужен специалист. Да, мне уже сказали. Особенно, особенно трудно, потому что непонятно, как тебе быть в здоровых отношениях после этих отношений. Это будет скучно. Это как ты знаешь, это как ты встречалась, грубо говоря, сам банальный пример с олигархом, с которым ты ездила, по Мальдивам, по Франциям, каждый день праздну на частном джете. А потом ты влюбилась в бомжа, и вы с ним сидите и жрете, понимаешь, Роллтон, даже без воды, потому что у нее нет тренинг. Это тоже интересно. А ты просто Васю, который ходит на работу, там, не знаю, дарит себе одну розу, и вы там ходите в кино. И у тебя спектр эмоций, понимаешь, он меняется. Только там ты наслаждалась позитивными эмоциями от поездок и от всего, а здесь тебя возбуждают негативные эмоции. И самое сложное из этой всей правды ситуации выйти, не то что даже выйти, выйти-то не так сложно, сложно перенастроить себя, понимаешь, все равно будет хотеться. Это же зависимость, созависимость, как и любая другая. Правильно абсолютно Алексей сказал слово наркоман. Нужно признаться себе, что я наркоман. Я эмоциональный наркоман. И как только ты себе признаешься в этом, как только ты сама себе будешь говорить, это неприятно признавать. Но как только ты признаешь, тебе уже самой становится, станет легче себя контролировать и не вестись на ваши привычные схемы. Факт. Но ты хорошо, что ты все это понимаешь, Лися, потому что есть люди, которые не понимают и не хотят понимать, что есть такая проблема, есть такая ситуация, и они думают постоянно, что просто вот то, что происходит в моей жизни, я это заслужила. Это просто вот, или знаешь, есть еще такая тема, что некоторые люди очень любят говорить, я просто расплачиваюсь за ошибки своих родителей, или за ошибки рода. У меня вот были такие вот случаи, когда мне так говорили, ну что это за пиздец? Я расплачиваюсь за ошибки своего рода. Я просто думаю, боже мой, какая же просветленная, где же ты была раньше? Осознать, да, признать, что меня возбуждает вот такое, когда меня унижают, да, вот какой-то к себе вот здесь вот рождается любовь. Вот она, мне кажется, только в этой точке начинается, когда ты понимаешь, что, блин, почему меня вот это возбуждает, да, почему такое отношение ко мне меня заводит? И это путь, это путь, ну, там, два года, три года выходит из этого. Но из фильмов это «Пятьдесят оттенков серого». Нет такого вот ощущения, что с чем-то вот вот эта вот их страсть, ну, это БТСН, да. Да, 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 вот это вот для меня, я сейчас просто думаю твоим, твоими смыслами, «Пятьдесят оттенков серого» вот эта ситуация примерно такая же, только там как бы БДСМ, но это тоже своего рода БДСМ, только, ну, как бы, не физический, а моральный такой БДСМ. Ну, здесь можно еще, конечно, про сексуальность поговорить, да, именно возбуждение. Есть фильм «Империя чувств», много разных фильмов, на самом деле, где созависимые отношения, это безумная страсть, все на разрыв аорты, кровь, кишки, и все такое. И нам за этим очень интересно наблюдать в кино. Кино для этого в каком-то смысле сделано, чтобы нас вот по этим эмоциональным качелям тоже пускать. Мы получаем эмоции, и поглаживание есть позитивное, есть негативное, да, эмоциональное поглаживание. То есть каждый день мы питаемся эмоциями, нам нужны эти эмоции. Негативные поглаживания по реку Бёрну, это тоже такая пища. И вот осознать, о чем я питаюсь, какая моя любимая эмоция, чем я наполняюсь. И оказывается, я наполняюсь болью, вот эта любовь, любовь. Опять же, в кинематографе очень много игры «Любовь и боль». Там есть фильм «Сука, любовь». Ну, огромное количество, на самом деле. Мне кажется, половину кинематографа эта тема занимает. Она интересная, она заводящая всех. Основной инстинкт, пожалуйста, тоже пересмотрите. Ну, я боюсь, что такие фильмы у вас только будут триггерить на продолжение. Да, да, триггерить на продолжение. Лучше пока от этого всего отказаться, признать себе, что да, я наркоманка, и вообще задуматься, а куда этот путь ведет дальше. Согласен. Но главное, главное во всей этой истории то, что есть понимание. Потому что, если есть понимание, есть всего решение. А люди, которые не понимают и отнекиваются, чаще всего решения этого и нет. Вот не всегда, не всегда. Это большая разница. Инсайт, понимание и решение, изменение. Люди часто до изменений не доходят. Вот они в терапии ходят, понимают, понимают, но ничего не меняют. Поэтому я сразу задаю вопрос. Вот вы понимаете всю ситуацию? Измениться готовы? Алл, мы рассчитываем на то, что ты включишь здравый смысл и будешь действовать в данной ситуации не по зову сердца, а по зову холодного рассудка. Как бы это не хотелось. А мы переходим к нашему следующему звонку. Алло, здравствуйте, вы на линии. Здравствуйте, меня зовут Владислав, мне 20 лет, город Волок. У меня такая проблема. В школьные годы, 8-9 класс, как это обычно бывает у всех, общение вроде есть на основе общей сферы деятельности. Меня как-то это не особо сильно волновало, есть оно или нет. Чуть позже обустрилась проблема одиночества, я начал сильно загоняться по этому поводу. Спустя какой-то промежуток времени мне удалось немного привыкнуть к этому. Как один из вариантов решения проблемы, я пошел работать, чтобы не думать об этом. В итоге все переросло в то, что у меня сейчас две работы и три учебы. Так как таковой личной жизни у меня нет, время тратить мне на что, поэтому стараюсь использовать все время как можно продуктивнее для себя. И у меня по поводу этого есть пара вопросов. Нормально ли это в моем возрасте? Потому что бывают иногда ситуации, когда мне попадаются какие-то посты, например, моих сверстников, бывших одноклассников, которые где-то отдыхают с близкими, с друзьями или со своими другими половинками. Я даже не знаю, как банально отдохнуть или расслабиться. И вот вопрос об одиночестве. Из-за того, что очень долго живу сам по себе, сложно представлять себя рядом с кем-либо. Нормально ли это? И что с этим делать? А вообще опыт близости у вас в семье был эмоциональный? Да. А с кем вы близки в семье? Со всей семьей. Ну, такого не бывает. С кем? Кто ближе? Папа, мама, братья? С кем вы можете по душам поговорить? С мамой. Я могу тебе сказать, что у меня у подруги была такая история, но немножко не такая, как у тебя, но просто в целом. Она очень жила социальными сетями. У нее просто вот перерыв на работе, социальные сети, просмотры историй, ленты и так далее. И перед сном обязательно это. И она была подписана на всех наших друзей, на всю нашу компанию. В принципе, и мы сейчас общаемся все. Но проблема заключалась в том, что она начала жить не своей жизнью, а она смотрела на все то, что здесь дети, здесь путешествия, здесь то, и она вместо своих каких-то желаний, она пыталась соответствовать тому, что она видит, полностью при этом потеряв себя. Первым делом, на мой взгляд, самое важное стоит, это абстрагироваться от социальных сетей, где ты видишь эти триггерящие моменты касательно вот этих вот дети, там поездки, я не знаю сам, как отдохнуть. Отдохни первично от телефона. Не обязательно отдыхать, так отдыхают все куда-то ездят и так далее. Почитая рубрика книжку или что бы то ни было, еще поиграя в компьютерную игру. Это первое. Проблемы, вот все всегда пытаются нагнетать с этими, блядь, отношениями, что почему я не в отношениях, а все вокруг в отношениях. Вот-вот, вопрос. А хочется-то, действительно ли, есть ли желание, вот бывает такое, что фантазируешь, что рядом кто-то есть, и кто этот человек, может быть, это какие-то необычные, нетрадиционные отношения. Почему? Ощущение, что есть страх близости. Обычно он бывает, когда был какой-то буллинг, либо когда в семье нет опыта, когда холодная семья и люди закрыты друг к другу. Вот ощущение такое, что не позволяю по каким-то причинам себе близость, либо я ее действительно не хочу. Хочется ли на самом деле? Ну, хочется, да. Просто мне кажется, что мне... Ну, вот у меня есть такая позиция, что жизнь подкидывает нам человека, когда считает, что мы не способны дальше сами по себе развиться. То есть мы достигли какого-то определенного уровня, и мы не можем никак дальше двигаться. И нам жизнь дает человека, который может нас как-то более-менее раскрыть и помочь нам двигаться дальше. Вот у меня такая позиция. Я считаю, что, возможно, я еще не дошел до этого этапа, что я максимально себя развил и подготовил к этому. А откуда вы такое убеждение? Откуда вы вообще это узнали? Кто вам об этом сказал? Я просто сам на основе... Ну, смотрите, я вам могу сказать как психолог, что потребность в близости это обычная человеческая потребность, так же, как у нас есть потребности в еде, во сне, физиологические. Это эмоциональная потребность. И когда маленький ребеночек рождается, он, по сути, не может выжить без того, что нет рядом объятий. У человека есть телесные потребности, чтобы его кто-то обнял, чтобы, когда ему грустно, кто-то его поддержал. Вот что такое близость? Да, у вас вообще опыт таких отношений был? Вы понимаете, о чем это? Нет. То есть у меня получилось просто так, что я вот в возрасте, когда все обычно там встречались или как-то гуляли, я просто сидел один дома и особо ни с кем не общался. Ну, смотрите, это обычно 11-12 лет, да, когда подросток учится коммуницировать, выходит и в мир, и друзья уже становятся для него авторитетом, тогда представьте, что психологически вам не 20, а вам 12, потому что этого опыта у вас нет. И вот сейчас, вот как это делает 12-летний мальчик? Как это было в 12 лет у тебя? В 12 лет, если вспомнить меня, в 12 лет, ты знаешь, у меня это было не в 12, у меня это было в 14. познание себя, познание окружающей среды, познание своих предпочтений, первый алкоголь, первые блевательные истории в туалет, вот это вот такое вот познание взрослой жизни через призму ребенка. У меня это было в 14, 12 для меня, конечно, рановато. Вот, и у меня это было, ты знаешь, у меня это было как-то органично, само собой, то есть у меня этот... Ночевал, ходил на ночевки кому-то? Да, конечно, конечно, ночевки все это. У тебя небольшой круг общения друзей, да, у тебя немного их? Ну, не особо, да. А по поводу ночевок, были у тебя какие-то там ночевки с друзьями, или у тебя родители тебя воспитывали в таком достаточно, в таком состоянии идеального хрустального дома? Ночевки, возможно, парочка были, но они были в таком возрасте, что вот какой-то не до конца осознательный. А лагеря? Лагеря были. И там был какой-то опыт близости? Нет. Не было. Похоже, что нужен кто-то, да, есть понятие, может быть, ролевых моделей, чтобы ты увидел, как это, потому что нам очень сложно получить опыт, которому, ну, не научили. Бывает такое, вот, ну, не прошел я это в 12 лет или в 14, просто у девочек это пораньше происходит. У меня это происходило сначала через телефон, мы названивали, подружки сидели, тогда еще был диск, интернета не было, да, я еще с тех времен. И вот мы названивали, сидели, общались, да, то есть коммуникация, по крайней мере, хотя бы через телефон, потом ты выходишь уже, до встреч доходишь, это тоже определенный путь. И вот, ну, похоже, этого опыта не дали, нам не все дает в семье, иногда терапия, это в том числе и какой-то навык, то есть мне важно научиться коммуницировать с людьми, да, построить вот это умение внутри себя, выходить на человеческую близость, когда я могу другому рассказать о какой-то там своей проблеме, поделиться чувствами, эмоциями. Жалко, что вы не в Москве, я бы вас пригласила к нам на кинотерапию, подарила бы вам билеты, потому что там мы смотрим фильмы и обсуждаем после. И когда ты просто обсуждая, делишься своими эмоциями, это уже тебя настраивает на момент коммуникации. Хорошим будет путем развития начать то, что у тебя было пропущено в 12-14 лет, начать на своем рабочем месте, на работе, потому что работа, это в прямом и в переносном смысле тоже некий лагерь, да, где единственное, мы не ночуем. И там уже есть наши сверстники, с которыми ты, да, уже не будет такого, опыта типа ночевки дома, секреты с комиксами, этого не будет, но ты сможешь хотя бы начерпать то, что ты упустил, на работе попытайся с кем-то сблизиться, попытайся с кем-то задружиться и, возможно, больше, чем задружиться, да, не сразу же, вот. И вот тут важно наблюдать, ты когда сближаешься, что страшно, да, что мешает, какой вот, что не дает этому сближению. Возможно, есть страх отвержения, да, что меня не примут, не полюбят, я не понравлюсь. Вот понаблюдай за тем, что мешает тебе сближаться. И найти для себя, может быть, близких людей или кого-то, где ты видишь, что в семье это есть, или какую-то пару, вот они это могут делать. Какую-то ролевую модель, ты видишь, вот они как-то свободно это делают, у них получается, а я почему-то не могу. Ну и хочу всё-таки ответить на твой вопрос, это абсолютно нормально, да, ты спрашивала, нормально это, ненормально. Мы все очень по-разному развиваемся, каждый из нас получает в своё время разный опыт. Есть какие-то статистики, да, средняя температура по больнице, какое-то абстрактное понимание нормы, учёные спорят на эту тему, что такое норма. Но в целом, если ты можешь работать, а ты можешь работать, ты учишься, всё нормально, просто тебе важно этот навык наработать, натренировать и войти в него. Да, я согласен полностью, слушай, главное не устраивать из этого всего. Я говорю про очень часто люди до 30 лет, особенно в период там с 18, они начинают копаться в себе и говорить о том, что у меня нет отношений, а нормальный или нормальная ли я. Я всегда говорю, если вам на данном комфортном этапе, то главное, это превыше всего, это наш комфорт. Не надо стараться и не надо пытаться жить устоями социальных сетей, потому что все смотрят на путешествия, на поездки, дальше начинают, вот он там или она два раза была на море, я вот не была или не был, да, вот у этих уже дети, а у меня нет. И ты начинаешь таким образом жить чужую жизнь, проецируя эту чужую жизнь на свою и думая то, что ты неполноценный. Совершенно не так, у всех разная своя жизнь, ребята, не живите социальными сетями. Не все так у всех идеально, понимаешь, как в рекламе простоквашина с бабкой, с дедом, с мамой, с папой, с двумя бегущими детьми, с косичками, понимаете, в домике. Вот, поэтому всегда нужно понимать, как комфортно вам. Если у вас сейчас нет отношений, значит, вам так комфортно, значит, вы не притягиваете к себе людей, потому что вам на невербальном уровне это не нужно. Вы зажаты. Почему вы зажаты? Зажаты по той причине, по той причине, потому что не разобрались в себе и так далее. Как только вы разберете эту проблему, сразу же все, в принципе, и решится. Ты что считаешь? Я с тобой абсолютно согласна про норму, и я сейчас думаю про Владислава, что вспоминаю, что у меня есть знакомые, кто и в 30 лет не было отношений, и в 40 лет не было отношений, и история про нормальный ли я, это тоже нормальный вопрос, потому что мы живем в социуме, и мы вольно или невольно сравниваем друг друга, и хотим вписаться, хотим нравиться. Ну, прежде всего, как психологи определяют, нормальный пришел клиент или нет, ты знаешь. Как? А что у психологов, подожди, что у психологов в понимании нормальный? Да. Ну, вот, есть такой ориентир, ну, по крайней мере, у меня есть такой ориентир, у нас есть две сферы основные, да, это рабочее и семейное отношение. Если человек работает, и он работает длительное время, и он может длительное время поддерживать какую-либо коммуникацию, это уже значит, что он, скорее всего, с ним все в порядке, выдерживает его психика вот эту социальную нагрузку. И если у человека был опыт отношений, плюс-минус там, длительных, да, если приходит взрослый человек, ну, в возрасте там от 30 до 40, и у него был опыт длительных отношений, и у него есть работа, то все в порядке с ним, вряд ли он там ненормальный психопат. Просто это очень частый запрос ко мне как к психологу приходит иногда на одну сессию спросить, а я нормальный или со мной что-то не так. Ну, вот такая, да. И мне кажется, что много ребят будут тебе тоже звонить, именно чтобы ты сказал, да, дал это подтверждение как специалист. Да, с тобой все нормально. Вот мы выдали вам справку, все, идите, живите счастливо. Горячая линия Ну, и поскольку Ира у нас как-никак кинотерапевт, Ира, посоветуй, пожалуйста, нашей аудитории, какие три фильма ты рекомендуешь посмотреть вообще, в принципе, людям для того, чтобы они понимали вообще, что к чему. Да, расскажу, с чего началась кинотерапия. Когда я училась на втором курсе в городе Владивосток медицинского университета, я прогуляла пару. пошла в кино с утра и смотрела фильм «12» Никиты Михалкова. Этот фильм оказался ремейком фильма «12 разгневанных мужчин» Синди Люмита. И я рекомендую посмотреть именно первоисточный «12 разгневанных мужчин» Синди Люмита. Это один из лучших психологических тренингов на тему неравнодушия. И действительно, что такое кинотерапия? Когда фильм меняет твое сознание, когда после просмотра ты действительно выходишь другим человеком. Я тебе еще тоже хочу этот вопрос задать. Был ли у тебя такой фильм, который тебя поменял? Но «12 разгневанных мужчин» точно рекомендую смотреть. Второй фильм «Это жизнь прекрасна» с Роберто Бенини о том, как выжить в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. Если у вас травмы, если у вас тяжелые жизненные обстоятельства, кризисы, обязательно смотрите этот фильм. Давайте пусть будет два. И третий от тебя. Какой фильм на тебя? Третий я всегда советую посмотреть фильм. Малена с Моникой Белочи. Очень его люблю. И я всегда говорю, что это очень большой показатель конкуренции и вообще в принципе того, что творит людская красота с окружающими. И как тяжело быть красивым человеком не только внутренне, но и внешне. И как на это реагируют люди. И я этот фильм пересматривал не раз. Морико написал музыку совершенно потрясающую. Тоже она у меня вся скачанная, играет всегда в машине. Очень поучительный, грустный фильм, который я пересматриваю каждый раз на одних и тех же местах, прям расстраиваюсь. Ты считаешь, красота это бремя? Я считаю, что... Или это дар? Ты знаешь, красота может быть даром, но может быть и твоим огромным минусом, потому что люди, которые умеют пользоваться своей красотой во благо, в свое, это одно. А люди, которые не ценят свою красоту и не используют ее как данность, это уже другое. В общем, жизнь прекрасна. Да. 12 раздневных мужчин и Малена. Да. Друзья, у нас сегодня была психолог, кинотерапевт, и скоро у нас еще выйдет книга «Кинотерапия», а также специалист платформы «Альтер» Ирина Гросс. Вот, Ира, спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла. И у нас по традиции есть такая вещь, что психолог выбирает на дополнительную консультацию одного из тех, кто нам звонил, кому бы ты, по-твоему, кому ты не договорила что-то и могла бы, по-твоему, помочь. Кто бы это мог быть? Ну, я благодарю за приглашение, очень приятно быть в этой студии. Я просто очарована твоим голосом, на самом деле. Спасибо. У тебя такой терапевтичный голос, можно уже просто слушать и впадать в транс. И благодарю ребят за доверие, за то, что вы звонили, открывались. Так как я веду кинотерапию, и происходит это два раза в месяц в кинотеатре, у нас есть билеты, и я с удовольствием для тех, кто в Москве, подарю всем, всем звонящим билеты. Кристиночка, дорогая моя, ну, я поздравляю тебя. Сегодня Ира дали от тебя билет на кинотерапию. Надеемся, тебе понравится. Вот, здорово, что ты живешь в Москве и сможешь это увидеть своими глазами. Наши помощники обязательно свяжутся с тобой и скажут, как тебе забрать свои билеты. С нами сегодня была Ирина Гросс, я Алексей Житковский. Друзья, и помните о том, что нет вопроса, нормальный ли я. Нормальный ли я? Нет такого, потому что все по-своему не в Менько. И именно для таких, как вы, для таких, как мы, у нас существует шоу-подкаст «Горячая линия», где мы обсуждаем с разного рода психологами ваши проблемы. Спасибо за доверие, спасибо за то, что нам звонили и увидимся с вами в следующем выпуске. Люблю, целую, пока. Алло, это проект «Горячая линия». Мы постараемся вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова